Всем привет! Меня зовут Альбина, живу в штате Аризона. Сейчас я хочу вам показать, как выглядят американские дома, которые были куплены. Эти дома построены специальной такой фирмой, которая строит дома и потом продает их людям. И в основном все американцы живут именно в таких районах. Вот я хотела бы вам сейчас показать такой райончик. Вот здесь вот такая красивая надпись. И вот они выглядят вот примерно вот так вот. Здесь за забор. Это я снимаю с их заднего двора, но я сейчас подойду с другой стороны, и вы увидите передний двор. Значит, здесь вот дорога. И вот такие вот дома. Почти все двухэтажные, но там есть и одноэтажные тоже дома. А вот здесь вот, вы видите, пальмочки так красиво растут. И вот там дальше, откуда машина уезжает, вот там дальше школа для начальных классов. Для самых маленьких. Вот с этой стороны, смотрите, видно горы. Вот так вот. Это как бы заезд в этот район. Здесь вот так красиво мне нравятся пассажирные цветы, желтые. Такая вот надпись. И сейчас я зайду внутрь. Вот как эти дома выглядят с другой стороны. Тут у каждого гараж, как вы видите. Передний вход, дверь. Тоже другой дом. Вот, как видите, там одноэтажный дом. Вот они дома все построены по одному типу. Потому что их строила одна фирма. Вот здесь вот я вам покажу сейчас такая площадка. В таких районах она здесь почти на каждом шагу. Это площадка как бы для отдыха, для выгуливания собак. Вот, смотрите, там вот горки. Но я еще покажу вам поближе, туда подойду. Вот здесь вот я хотела вам показать. Сейчас подойду. Такая табличка. На этой площадке. На двух языках. На английском и на испанском. Потому что здесь очень много испанцев. Вот верхняя вывеска. Говорится, что эта площадка, как бы, она только для тех, кто здесь проживает. То есть она приватная. А внизу, вот здесь вот, написано, что если вы выгуливаете собаку, то вы должны за ней потом почистить. То есть убрать. Если она сходила в туалет, вы должны иметь мешочек. Куда вы положите все, что она наделала. И выбросить вот-вот в эти урны. Вон там урны, видите. Вот, и собака. Получается, если вы не уберете за своей собакой, здесь написано, что штраф 200 долларов. То есть каждый должен убирать за своей собакой. Вот такая площадка. Так, вот я подошла поближе. Здесь вот горка для детей. Как вы помните, я вам показывала, да? Вот она, горка для детей. То есть можно прийти сюда со своим ребенком. Ну, и так погулять. На горке покатается. А вот здесь вот тоже такая беседка, где вы можете отдохнуть со своими друзьями. Конечно, если вы проживаете в этом районе. то вы можете пригласить друзей. Можете так тоже здесь вот так вот здесь такие столики стоят. И вот здесь даже такая стоит бесплатная барбекюшница. Ну, или шашлычница. Вот там тоже дома. Получается, вот я с другой стороны сейчас опять укажу вам эту площадку. И стульчики стоят. Зашла я вон оттуда, где вы видите желтые цветы. А вот это, смотрите, дерево, оно цветет желтыми цветами. То есть на нем практически нет листьев, а одни цветы. Поэтому оно выглядит так желтым. Когда эти цветы опадают, тогда там просто оно выглядит, как зеленые веточки. Очень интересное дерево. Вот тоже дома, смотрите. Здесь так тихо. Можете слышать, птички поют. А вот это вот, смотрите, желтый кран, вот этот. Это пожарный кран. Здесь он тоже на каждом шагу. Если случится пожар, пожарники приезжают, подключаются к этому крану. И из него течет вода. И напротив этого крана, вот здесь вот, нельзя парковать машину. Если вы припаркуете машину напротив пожарного крана, то вам грозит огромный штраф. Ну, я сейчас пройду дальше. Здесь у всех так красиво оформлены передние дворы. Почему так красиво оформлены? Потому что здесь специально есть такое коммунити. Они ездят и проверяют ваш фасад дома. И он должен обязательно красиво выглядеть. Если он там не убран у вас, и какие-то сорняки выросли, тогда вам коммунити приходит домой и предупреждает, что уберите ваш двор. Поэтому все здесь очень красиво. Кустики у всех пострижены, как видите. А вот здесь вот еще одна такая площадка. Сейчас я вам покажу. За этим кустом. Тоже как бы для выгуливания собак. Но здесь уже не трава, а камни. Вот очень красивая площадка. Там тоже выкрутается пожарный кран. Как я уже сказала, он почти на каждом шоке. Вот смотрите, я нашла огромное алое. Здесь растет. Здесь тоже растут очень много алое. Различные огромные кактусы. Большие. Потому что мы уже находимся в Аризоне. Здесь очень жарко летом. Здесь круглый год лета. Но три летних месяца здесь очень жарко. Поэтому здесь такие растения. Как кактусы. Вы смотрите, вот здесь кустик. И вот огромный кактус. Ой, алое. То есть он наравне с кустом. С большим кустом. И вот здесь вот тоже такая же табличка. Как я вам уже показывала. Про собак. А вон там, смотрите, растут вот такие маленькие пальмочки. У кого-то на заднем дворе. Такие пальмочки. Здесь вот тоже красивые кусты. И там вот это дерево, которое цветет желтыми цветами тоже. И вот здесь вот, видите, вот штабые ящики. Вот они находятся в окна номера. То есть каждый житель знает номер своего ящика. И можете забирать отсюда почту. И эти ящики тоже находятся на колючке здесь. То есть по количеству домов. Там вот смотрите, какие пальмочки растут. И кого-то. Вот здесь вот в некоторых на домах вот так висят американские флаги. Так же, я не знаю, может быть там кто-то патриоты живут. Или может быть какие-то военные. Но вот наблюдала, что здесь у многих на домах американские флаги. Ну вот так вот выглядят такие вот американские улицы в Аризоне. Подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои другие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok